По прогнозам, рост товарооборота с Россией в 2023-м достигнет 700 миллионов долларов только за счет сотрудничества в IT-секторе и замены программного обеспечения в разработке соглашения по поддержке и стимулированию цифровых решений, внедрении белорусско-российского ПО на наших промышленных предприятиях. 150 человек принимают участие в сборах сил территориальной обороны Беларуси. Учеба продлится два дня. Цель – повысить уровень выучки офицеров по выполнению задач по предназначению, руководству подчиненными, а также дальнейшее обучение личного состава подразделений территориальных войск. Правительство планирует ввести изменения в законодательство. Одним из нововведений будет расширение источников формирования кредитной истории. Это позволит более точно определять платежеспособность физлиц. Также станет возможным установить запрет на предоставление долгового отчета в случае совершения мошенничества или подозрения в нем. В 2023-м в Беларуси построили свыше 32 тысяч квартир. Треть предназначена для жителей села. Ключи получат более 6 тысяч многодетных семей. Некоторые воспользовались возможностью разрешения квартирного вопроса за счет строительства в небольших городах. Управление по труду, занятости и социальной защите городсполкома с 27 ноября по 1 декабря проведет неделю переселения. В рабочие дни с 8 до 13 и с 14 до 17 на Гугале 7. Граждане, которые желают трудоустроиться в сельской местности с предоставлением жилья, смогут ознакомиться с Республиканским банком вакансий и условиями оказания финансовой помощи.